Напомню, что в Минске сегодня еще даже до двух часов дня начались задержания. По некоторым оценкам в автозаках уже сто, а может быть даже и больше человек задерживали людей в разных районах. Конечно, в основном это действия так называемых тихарей, люди в масках без каких-либо опознавательных знаков. Хотя, конечно, на улицах работает и ОМОН, и другие службы в зеленых жилетах, защитных касках. Это, по всей видимости, сотрудники некоторых военных подразделений. Выставляют кордоны на улицах Минска, работает и спецтехника. Бастующих, я вижу, гоняют не только в Минске, но и, например, в городе Гродно. Карбин скандирует Лукашенко в автозак. Понятное дело то, что не только в самой белорусской столице происходят сегодня акции протеста. Десятки человек под бело-червоно-белыми флагами и в Гомеле. В Волковыске, я был там за несколько дней до начала голосования, люди собрались рядом с Костелом, где тогда еще до 9 августа проводила свою акцию Светлана Тихановская. Главный конкурент Александра Лукашенко на этих выборах в Могилеве. Несмотря на очень жесткие задержания участников, марша становится все больше, по словам очевидцев, сейчас в центре до тысячи протестующих. Это Могилев, не самый большой город в Беларуси. Словики, если говорить про Минске, а также бойцы без опознавательных знаков нападают на людей возле входа в ТЦ галерея. Надеюсь, что у нас сейчас есть возможность посмотреть, что происходит в Минске и в других белорусских городах. Минске и в 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 Минске. Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 что он отдал под контроль все СМИ. И в случае ситуации Х, а может быть, даже ее и не надо, уже они контролируют информационное пространство нашей страны. А две цели, которых я сказал выше, они абсолютно реальны. Даже вот посмотрите ситуацию, связанную с тем, что были отозваны вооруженные силы Беларуси от западной границы. Ведь каждый реальный человек понимал, что никакой угрозы со стороны НАТО в отношении Беларуси не существует. Это была демонстрация силы, демонстрация переключения внимания о том, что на Беларусь могут напасть. Сейчас, 10 дней тому назад, принимается решение о выводе оттуда войск, возвращении к месту дислокации. А вчера только в прессе подается, что якобы вчера такое решение принято. Хотя все прекрасно знают, что оно было принято раньше. И министр обороны говорит о 500 военнослужащих НАТО, которые стоят вдоль границы. Простите, а что же собой представляет хваленая белорусская армия из уст уходящего президента, если мы боимся пять сотен солдат НАТО? Называются наименования техники для того, чтобы просто устрашить людей. Сколько этой техники, какая цель этой техники, как она может применяться, ни слова не говорится. То есть это опять очередной фейк, который использует режим. Опять же, с другой стороны, это показывает, что вооруженные силы Белоруссии реально недовольны той ситуацией, которая складывается сегодня в стране, и недовольны главнокомандующим. Они понимают, что он фактически принимает решение необоснованно, если очень хотите, я могу сказать прямо, неадекватно. И поэтому брожение в войсках существует, и он вынужден был отозвать вооруженные силы к местам своей дислокации. Чего ждете от завтрашней встречи Путина и Лукашенко в Сочи? Я думаю, что публично будет продемонстрировано доброе отношение. Может быть, не будет, конечно, внимания или взаимных поцелуев, или каких-то дифирамбов, но таких ярко выраженных. Вместе с тем для картинки будет продемонстрировано, что мир, согласие, дружба присутствуют, но за картинкой будет очень принципиальный и жесткий разговор. Потому что фактически тот план, который имела Москва по подписанию дорожной карты экономической аннексии в Беларуси, стоит под большим вопросом. Из-за внутренних действий уходящего президента в стране он фактически дезавуировал себя, фактически он входит в состояние нелегитимности. И это уже многие страны Европы признают. И мои консультации и в Берлине, и в Вене, и в Праге, и в Варшаве, и в Вильнюсе это показывают. Мы знаем решение литовского парламента. Пусть небольшой, но гордой страны, которая приняла решение нелегитимности с 5 ноября действующего президента. Фактически разговор будет очень откровенный. Он не обеспечивал ту задачу, которая ставилась перед ним. И это еще один повод для того, чтобы отказаться от него, если не сегодня, то завтра. И будет предпринята попытка поставить на место главы белорусского государства человека, который будет договороспособен для Москвы. А какие-то реальные шаги по поддержке Республики Беларусь будут ли со стороны российского руководства и какие они могут быть? Ну, Лукашенко, мы помним, ранее говорил и о том, что, может быть, нужны и какие-то военные. Путин в ответ на это сказал, что вот у нас уже некий отряд со стороны МВД сформирован и, если что, прямиком в Беларусь отправится. Но пока, пока, говорил Путин, никаких предпосылок для этого нет. Ну, а Лукашенко говорил о необходимости реструктуризации долга в 1 миллиард. Может ли на это пойти, по вашему мнению, российское руководство? Да, Россия заинтересована в том, чтобы Беларуси не был объявлен дефолт, чтобы мы могли гасить свои государственные облигации, для того, чтобы фактически мы не стали неплатежеспособной страной. Мы стоим уже фактически на краю пропасти и не в состоянии гасить свои долги. Поэтому у нас не остается другого варианта, как взять опять взаймы. А взаймы можно взять только у одного партнера, Российской Федерации. Не знаю, будут ли готовы китайцы предоставить без взаймы соответствующие кредитные ресурсы, фактически обанкротившиеся экономики. Так что для того, чтобы избежать дефолта, Россия, конечно, окажет такую помощь, как союзник. Но вместе с тем, я уже говорил неоднократно, она не в состоянии будет вложить деньги или положить деньги в карман каждому белорусу. Так что экономика Беларуси обречена. Правительство сегодня не в состоянии подготовить антикризисную программу выхода из этой ситуации. А даже если оно было бы способно, то это будет очень жесткая антикризисная программа, направленная на сокращение затрат. Когда падает ВВП, когда падает экспорт, когда экономика предприятий, большей половины, если не двух третьих, находится в плачевном состоянии, в убыточном состоянии, до каких перспективах экономического развития страны может идти речь? К этому добавляется отток крупных компаний IT-сферы и не только. Очень многие бизнесмены покидают Беларусь или планируют это сделать, начали уже сворачивать бизнес в Беларуси, уезжают молодежь, наиболее образованные люди различного возраста. Так что экономика будет попадать действительно в очень плачевное, если не трагическое состояние. И это опять же в интересах России поменять действующего президента, который будет проповедовать совсем другие экономические взгляды. Ведь фактически уходящий президент учает советскую систему. Он не приемлет никаких подходов с точки зрения реформы экономики. Это противоречит его пониманию управления страной и управления экономикой государства. Спасибо. Это Павел Латушка, бывший министр культуры Республики Беларусь и член президиума Координационного совета белорусской оппозиции. Сам Координационный совет по большей части его члены либо арестованы, либо вот как Павел Латушка вынуждены были покинуть территорию республики. Кем сам Павел находился и находится сейчас на территории Польши. И, наверное, обратили внимание, как он говорит о Александре Лукашенко. Уходящий президент и никак иначе его не называет. Продолжение следует...